Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня планировала записывать обычное видео, сидя перед камерой, но мне сейчас пришло сообщение о том, что мне поступили на почту посылки, так что в принципе уже поздно и надо срочно успеть на почту, поэтому предлагаю такой небольшой влог о моей жизни, чуть-чуть поболтаю с вами, так что оставайтесь со мной. У нас, кстати, очень сильно похолодало, поэтому я так это укуталась в свитер, и камера у меня, поскольку тяжелая, я все-таки ставлю штатив, но это уже не те пляски со светом, когда надо все выставить, но камеру ставлю, потому что держать ее рукой нереально, и тогда все изображение вот так вот ходит ходуном. Давайте покажу вам, что я сегодня использовала для очень простого ежедневного макияжа. Вот все, что я использовала, как видите, не так много. Мой любимый кушен от Dior для естественного покрытия с ухаживающими компонентами, который подсвечивает кожу, и делает ее очень здоровой, красивой, сияющей. Нарс для того, чтобы скрыть какие-то несовершенства кожи, немножечко бронзера Нарс наносила его кистью 127 от Зоева, ну просто так придать тепла лицу и чуть-чуть скульптуры. Тушь для бровей от Tarte, самый идеальный вариант, на мой взгляд, для повседневных бровей, два движения и брови на месте. На все веко наносила MAC Painterly, это paint pot, в принципе, кремовые тени, а не же база под макияж. Из палетки Gwen Stefani от Urban Decay я нанесла оттенок зон, вот такой в складку века, использовала 227 кисть от Зоева, и также немножечко на внешний уголок и по нижнему веку этот оттенок. А кистью от Atelier, она без номера, такая просто скошенная, оттенок Blackout для того, чтобы сделать стрелочку. Любимая моя тушь Lush Sensational от Maybelline, очень часто ее использую. И парфюм Amor Amor от Cacharel, это мой любимый вариант зимнего парфюма. И сейчас вот такую сумочку Michael Kors, с собой ее возьму. Я положу свою пудру от Givenchy, вы ее уже видели и не раз, но больше как зеркало, и мало ли мне, она будет подправить макияж. И помада 54 Boy от Chanel, она у меня сейчас уже на губах, и поскольку она так помада-бальзам, я ее тоже с собой возьму, чтобы, если что, поправить макияж и губки не сохли. Так что вот это идет со мной, и сейчас покажу вам лак для ногтей. На ногтях у меня вот такой лак от Orly, оттенок Minze Eye, вот так. По-моему, очень красивый осенний-зимний оттенок, я люблю подобные. Я вообще планировала его изначально выселять, но сейчас понимаю, что зря я так к нему отнеслась первоскептически, зря не красила, потому что очень красивый, и в два слоя, в принципе, хорошо ложится. А также у меня сейчас сильно сохнет кутикула, поэтому постоянно наношу вот такой воск Limoncello от Spivac, и здесь, наверное, видно, что достаточно много его уже нет. Он очень плотный, но неплохо увлажняет кутикулу. И, кстати, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь для увлажнения кутикулы. У меня очень много разных средств, но вот периодически пользуюсь, и сейчас этот достаточно сильно люблю. Ну все, я нагулялась, намерзлась немножко, поэтому заварила себе чай зеленый. Сейчас буду пить, и буду пить вот с таким печеньем, это обычное имбирное печенье, ну вот такие вот красивые сердечки. Так что очень сильно люблю имбирное печенье в холодное время года. Пока чай заваривается, покажу вам свои посылки и покупки. Начну, наверное, с того, что я больше всего ждала, это вот такая палетка от The Balm с их бестселлерами. Только посмотрите, какая здесь красота. Это их самые известные продукты, несколько оттенков теней. Мой любимый хайлайтер Mary Lou, оттенок секси из палетки New Tude, которую я очень сильно хотела. Вот эти тоже красивые, легендарные румяна Hot Mama, Instinct, Cabana Boy и бронзер Bagama Mama. И также здесь под отдельным, отдельно открывается окошечко, и здесь у них румяна, блески для губ, по-моему, их можно использовать и так, и так. В общем, такая маленькая, миленькая палетка теперь у меня будет, я думаю, часто в путешествиях, потому что действительно здесь, в принципе, есть все. Вы только посмотрите, очень много оттенков такие прекрасные, которые прекрасно подойдут для любого макияжа. Большой выбор румян, бронзер. И она совсем маленькая, на самом деле, занимает мало места. В общем, я очень давно хотела эту палетку, и рада, что она у меня появилась. Кстати, оформление такое, ну, достаточно забавное. Не знаю, как вам, но, в принципе, она легкая, и мне это в ней нравится, и компактная. Также пришли мне несколько средств от бренда Skinlight. Это два вида патчей, гелевые подушечки против отечности, женьшень, и биозолото, и антиоксиданты от устранения от темных кругов, в общем, и отечности. Буду пробовать. Также увлажняющая маска с коллагеном и экстрактом алоэ. Увлажняющих масок, мне кажется, много не бывает. И, собственно говоря, вот эту маску, я даже не помню, где я ее видела, но где-то уже видела. Не один причем раз. Это тонизирующая маска с женьшеньем. И смотрите, какие милые здесь крем для рук с маслом ши и миндалем, и крем для ног с маслом ши и авокадо. У них такие забавные упаковки. Я вообще планировала поездку на вот этих каникулах новогодних, но, к сожалению, не получилось из-за моей болезни. Но я думаю, в какую-нибудь другую поездку мне вот такие штучки пригодятся. Сделала, чтобы вам было получше видно. Пришли мне лаки Масуру. У них вышла новая коллекция «От сердца к сердцу», в которой оттенки лака выбирали девочки из России, русскоговорящее нейл-сообщество. В общем, это очень классная идея. Я, как видите, выбрала нюды. Первый оттенок под яблоней в полдень. Смотрите. Вот так, наверное. Видно. Под яблоней в полдень. Такой красивый. Хрустальная незабудка. Твоя улыбка в ответ. Как бы так показать, чтобы... Вот, хорошо видно. Так. Закат в Монреале. Огни мегаполиса. Знаете, я смотрю на этот лак, и он мне напоминает оттенок Magic от Picture Polish. Не знаю, насколько они действительно близки. У меня нет этого оттенка от пикчеров. Но вот на боку флакона я вижу такой блик. Вот мне напоминает этот оттенок. Так. Печенье с предсказанием. Смотрите, какой он красивый. Все сияют. В общем, все оттенки классные. Шепот песков. Ну, вот этот со слюдой. Конечно, не знаю, как он будет. Но вообще красивый. Так. Ты сама полна волшебства. По-моему, красивые оттенки. Все такие нюды. Нежный снежный барс. Вот этот лак я больше всего хотела. Такой бежево-серебристый. В общем, или даже с золотистыми блестками. Ой, красота. И я получу Оскар. Тоже очень сияющий. Вот. Так что такие посылки я получила. Пойдемте, сейчас покажу вам покупки. Потому что я еще успела забежать в магазин. Первое, зачем в принципе я в первую очередь заходила в магазин, это вот такие леггинсы. Взяла их обычные, просто серенькие, с длиной чуть ниже колена. Здесь такие зелененькие вставки. Обычные простые леггинсы. Можно заниматься спортом. Можно кататься на велосипеде. Я, скорее всего, буду носить их дома. Ну, а летом уже посмотрим, возможно, буду в них кататься. Также в магазине Хаус я нашла вот такие носочки. Это обычные белые носки без каких-либо цветовых вставок. Просто маленького размера. И которые заканчиваются вот только как заканчивается пяточка. Носить с кроссовками. У меня на самом деле почему-то проблема найти подобные, потому что они либо вот здесь имеют какие-то узоры, не знаю, полосочки по этой резинке, либо они все большого размера, на там 39-й и 40-й. Почему-то на 37-й сложно найти. Ну вот я нашла здесь сразу 5 пар в упаковке, так что буду носить. Из милого вот такие тапочки приобрела себе. Это Остин. Милые такие олени, наверное, новогодние. Просто обычные, немножко теплые тапочки. Буду носить дома и радоваться. Они будут поднимать мне настроение. Также зашла в магазин для туаль и приобрела себе вот такую маску с глиной для очищения, матирования и сужения пор. Я думаю, вы уже не раз слышали вот о таких масках. Они идут в таких милых, кстати, стеклянных тяжеленьких коробочках. Очень приятный дизайн. У меня была красная маска Scrub, которая мне очень нравится. И я решила попробовать вот эту, которая именно для сужения пор, потому что у меня немножечко расширенные поры на крыльях носа. Так что посмотрим, как она будет работать. То, что красная мне очень нравится, черную для сияния я пока не очень поняла. И уже почти уходя, я взяла вот такой легендарный блеск Eclat Minute от Clorance. Я выбрала в первом оттенке. Я думаю, вы уже миллион раз их видели и слышали. Я просто удивляюсь, почему я до сих пор не попробовала. Такая маленькая приятная упаковка. У него очень приятная душка. И говорят, что он больше действует не просто как блеск, а даже как бальзам для губ. В общем, попробую. Думаю, что будет защищать мои губки, немножечко их питать. И такой приятный слегка розовый оттенок. В общем, буду допивать свой чай. Посмотрю новую серию викингов. Расскажите, если вы смотрите этот сериал. Потому что я немножечко упустила несколько серий. Сейчас буду наверстывать. Также поем печенье. В общем, разберу по местам все покупки. Буду заниматься обычными домашними делами. Спасибо, что провели этот день со мной. Надеюсь, что видео вам понравилось. Что вам нравится такой формат. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Как обычно, заглядывайте в инфобокс. Там есть все ссылки на мои социальные сети. Будем с вами общаться. Оставляйте комментарии. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok